вот дальше идем снимаем это вот тоже как бы считается 17 квартал вот он так вот выглядит то есть туалет какой дали один такой кривой ё-моё вот она выгребная яма люди сюда помои выливают поле ну вот хорошо сейчас заснежена да не видно грязи и вам не такой стресс и мне не так опасно ходить то есть я бы тут бы точно в говне уделался конкретно еще же дом такой жидкий туалет что ли такой точно туалет видать когда-то был теплый теплый был когда-то уходим отсюда да я представляю какой летом здесь запах то есть тут же вот это все дорог то тут асфальтированных нету вот это все грунтовые они лужи топятся ну так вот смотрите тут даже отделана дом 27 друг один часть объема здесь вот смотрите как взял приехал в тут гараж теплый электричество у него проведена дома здесь как красиво ух ты узоры там на окне расписали все демы его здесь от дорога видали какая-то лето мне здесь пришлось бы наверное ходить в резиновых сапогах однозначно помойка какая-то вон там туалет тоже безов без дверей бутылки выгребная яма птички сидят воробушки что-то там выискивают в этой выгребной яме или это длинная получится делить не делить на части посмотрим приду видно будет людей нету здесь совсем смотрите транспорта тоже мало вот она все такое вот здесь вот все такое там улице он пионерская что ли ну а мы с вами вот так вот идем когда снесут эти дома вот большое здесь территория такие застроенности я даже не знаю пытаются решить эту проблему но у нас как известно капитализм каждый должен решить свою проблему сам тонущий сам себя спасать должен дальше идем так улица пионерская ух ты какая вывеска то вот это я понимаю вывеска издалека видно сразу транспарант 14 дробь 1 какой-то дом одноэтажный барачного типа игровая площадка детская здесь вот тоже вот видим дом он такой какой-то покосившийся уже на ту сторону фундамент его повело до опять вот тут помойка выгребная яма вот сюда люди должны носить зимой жидкие отходы помойных ведрах тоже жил тоже тут знает что это такое а кто не жил тому лучше не знать конечно что это такое понятно в грибные яма все эти помойки это все летом это все растаявшие как бы и от этого все идет некробы всякие дизентерия там то все то есть если сходишь в туалет руки не помоешь то конкретно уже я кирдык 18 дробь один дом идем гололед походить поснимать для истории шоу-шоу расслышал все делать посмотрите вот там какой домик красивый детский сад школы все что-то какое заведение так вот учтите что все здесь летом вот это тут асфальта нету у нас поэтому здесь вот лужи все-то все грязь и выходим мы какое-то строительство здесь стройка вот смотрите стройка постройка когда фундамент делали я даже не знаю то есть у нас смотрите сначала технология у нас делают фундамент вот на примере этого до фундамент свои заколачивают потом она вход какое-то время ставить вроде бы смотрят и потом только поискут прямом по мою здесь или выливают а потом уже сверху делают вот это видать какой-то долгострой что ли тут смотрите дом то вообще без окон все трешак конкретный трешак и далее он весь кривой весь кривой и тут меня не поблито это дом под названием якутская 39 да но он уже пустой он уже пустой но хоть хорошо хоть и людей отсюда вы сидели это уже великое благо куда-то их расселили наверное таких домах люди кстати квартиры не приватизируют вроде бы как ждут когда их там двери окна смотрите сами окна сами закрывают ответ стекла уже разбиты лет какая-то постройка обитая просто листом и забор вот такой шикарный метров метр четыре наверно высоты которые закрывают что там находится с той стороны ой чёт такое какая-то будка и она вся выломана уже все выломали тот наверное этот долгострой до делают вот что-то дата там 15 год название 2015 год так дальше идем здесь новый дом такой вот такие здесь дома улица такая улица и никого нету я один я один потому что локдаун локдаун продаю место под гараж вот пожалуйста за 70 тысяч рублей написано кому надо он весят в якутске 17 квартал район ну а здесь такой дом новый постройка старые машины какие то здесь раздолбанные уже все и он здесь вот такие дали ки интересные планировки с балконами что-то подобное борисовский 2 но это он старее дом балконы застекленные пожалуйста улица якутская 45 ух ты у них даже спутниковые тарелки здесь дали да вот тоже дом сейчас обойдем посмотрим поснимаем все как выглядит ой собака собака впереди как бы она на меня на него скачала я думаю да не наскочит давайте отойдем от нее подальше какой стол типа общага или что кольцо такое большое о гавкает на меня а на тех других там они за этим сидят как видите да такие заборчики за ними собаки еще живут охраняют машины машины все или стоп свои старенькие toyota их коровы всякие москвичи жигули блин свои здесь ставят ой уазику какой древний все так пройдем пройдем погуляем снимая ведь скоро наверное все это тут послочит а памяти не будет поэтому надо запечатлеть а этот дом то какого прямо его смотрите о какой кривой а можем мой с ума сойти как там люди то живут а дом то ведь жилой это вот тут гаражи у них прямо выше вот я машину sky это собаки они меня ждут не я туда не пойду на задний ход задний ход уходим так убежал и отсюда убежал а там 2 2 больших здоровых сами не ждала . . бочка чем магазин стали . бочка какая-то улица продается дом но ведь и какой здоровый у него гаражи на первом этаже получает еще он два этажа вот это да ладно давайте сюда свернем да я свернул причем в улице это мне уже в голове все закружила так этому куда туда на жарницкого выйдем что не ладно не пойдем вот такая дорога здесь вот такая дорога переходим дорогу жуть жуть ухты смотрите он там балкон у них что-то наложено чего-то наложено на балконе у людей ну конечно столица республики люди сюда приезжают деревнях то там ситуация где-то еще хуже даже есть поэтому стремятся вот все-таки в столице перебраться поэтому жилье здесь востребовано даже вот такое вот старое такое неказистое покосившиеся если можно еще жить люди живут а что делать выхода нету если ходим в какой-то вот здесь вот переулок собаки везде собаки не страшное дело страшно вообще здесь ходить какая там большая псина рыжая на меня она помчится нет ё-моё вот интересно здесь вот так вот двор устроен да он маленькая маленькая вонючая будет меня сейчас атаковать 1 с этой стороны псина старая с этой стороны вот еще нет меня хотят я не знаю хорошая хорошая собака да хорошая свой 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 хорошее понюхала и ушла а вот эти мелкие вот смотрите мелкие вот они все-таки и противные чем меньше тем противнее собака тем больше и на гашкой и об туда он прошел бы но она же будет на меня наскакивать на типичный двор вот такой как бы вот дома да здесь посередине выгребная яма вон там туалет вот на эти все дома получается да и что люди сюда ходят вот выносят свои отходы так ё-моё пошла отсюда пошла не надо главное чтоб тут больше не было еще собака давайте вот сюда вот в эту подворотню завернем в эту подворотню смотрите люди здесь оббивают тепломатериалом тут что-то кто-то что-то взял вот забор сделал из этих притащил к себе вот натяжные что-то была реклама затянул здесь дворы стиралки везде ну да хорошо что сейчас я хожу снимаем летом так тут вообще трошечок конкретный вот эти ведра у них тут все стоит занимайся сельским хозяйством не хочу называет вот и странно удобно вот каменном доме так и не позволишь так уже себе не позволишь вот валет стоит он смотрите какой вот тут двор получается да двор вот так вот сделано и вот туалет поближе подойдет все неужели он работает неужели он работает вот такой туалет с одной стороны рнм другой же вот какое окно здесь обратно сходим все такое однообразное даже не знаю там стоит ли дальше и снимать все это дело все это хозяйство все примерно одинаковое есть домики которые более-менее ровненькие вот например вот как вот этот да он на каком-то возвышении стоит возвышенности да а еще похуже домики они покосившиеся такие ну в основном во всех домах живут люди как я вижу только вот там один по моему дом который выселены уже кто-то тут знак притащил себе знак притащил собак то нету здесь это дворы здесь такие опасные не смотрите спортивная площадка даже сделано и кто-то себе сделал да какую-то зону вот тут еще дрова смотрите печку топят столь или чё или банька у них здесь может есть банька хорошо ворешник какой-то стоит ой это смотрите крутится ветряк ветряк он пропеллер видно да шумит но обычно такие штуковины самолетки полетит и пропеллер собака ё-моё я куда зашел то пришлось короче идти в другую сторону а вот смотрите самолет ан-24 стали он летит взлетает с якутского аэропорта видали короче там такая псина я уже знаю накинулась бы нам она меня не накинулась короче я ушел оттуда поснимать боя испугался ноги не казенные поэтому надо себя беречь для будущих подвигов а здесь как пройти сюда наверно да сюда наверно я пришел вот это короче я пришел оттуда откуда ушел потому что тут тут собаки бегают и там везде собаки спрятаны они сидят ждут когда кто-нибудь зайдет и на тебя наскакивают короче я вернулся обратно испугался я боюсь он сидит гавкает тут они причем не по одной бегают а их по нескольку штук по нескольку собак идем вот сюда по этой дороге мини-маркет магазин нужно зайти зимой погреться ой вы тут что-то страшное дело вообще ходить опасно так собаки гавкают со всех сторон но она там вроде бы за этим спрятаны а там целый вольер у них поэтому они не должны покусать собачник ближе не буду подходить ну что там экстремалы давайте вон по семнадцатому кварталу походите за всем приезжайте блин тут обладите по горам всяким ерунда все это ваши горы блин прошли дальше видим здесь вот такой дом каменный какой-то общага что это такое непонятно тоже дома и перегорожен это противопожарная стена я знаю когда перевяжки делают чтобы противопожарно прохладно ладно наверное скоро уже я буду заканчивать здесь похождения хотя зашел и очень далеко очень далеко куда-то сглуд этого квартала вот эти дома они все не кончаются и здесь так много вот еще какая-то общага или что это здесь что за люди живут а интересно обычными путями горожане ну да ремонт диагностика так вот это видать это общага чьи-то тут еще жилье это больница было тут еще жилье получить это великая благо великая благо комнату вам выделят если молиться надо я в комнат это у нас поскольку миллионы стоят миллионы а миллион накопить в наше время я не знаю сколько времени с обычной зарплаты 30-40 тысяч еще хорошая надо много времени все все на еду да съем уйдет сидит а это что такое детская какая-то горка со столбиками там крыши было то нет понятно ну что-то благоустраивают конечно здесь жильцам но честно говоря жить тут наверно мало кто хочет контингента здесь наверное люди такие всякие хотя наверно и нормальные люди живут пенсионеры куда вот они жили здесь всю жизнь никуда на материк не уехали вот а правда здесь жилье в принципе можно но наверное за копейки еще приватизировать надо жилье века уже слепили видали нормально да ну у кого там снеговиков лепят пишите в комментариях какие какая ёлка высокая он там растет ну и все по сути дела вот это край вот этого района граничащие 18 кварталом мы выходим вот тут дорога какая-то это сооружение интересно он там утеплил второй этаж смотрите да теплённая часть здесь вот пожалуйста грузовичок стоит такой вот они эти ёлки смотрите какая высокая ёлка вот не надо ёлку понимаешь на новый год уже есть как здесь пройти-то да все пройти нет обошел этих жилых собак дворик смотрите там гараж у него прямо стоит простота не жизнь и так вот разворачиваемся сразу вот такой контраст малышок а что такое комбинат какой-то детский школа или что или детский сад судя по названию и вот этим то что это детский сад ну приличный он смотрите какой 10 грохали детский садик здоровый там котельная у него что ли лаги от россии пожалуйста поснимая хоть красоту вам показать напоследок видали да как все сделано малышок супер до дворик такое все новое все новое и рядом вот этот район жуткий просто жуткий еще раз повторяю хорошо что я зимой вот здесь посмотрите зима хотя ноябрь начало ноября 5 все заснеживало а летом так тут все наверно в болотных сапогах надо ходить надо все дальше идет магазин каприз вот этот продукт это так он не кончается никак этот квартал это застройка как она не кончается вот сколько строить в городе можно какая какие площадя здесь сумасшедшие просто тут представляете вот один какой ну пару домов высотных построить и можно всех жителей этого районов заселить две стенки два больших дома в центре строят а когда-то ведь и там тоже были вот такие дома там вообще по моему какой-то частный сектор был одноэтажки бесконечная история глудить здесь до снова то страшновато люди все по домам сидят большие выходные и кучка погода такая погода что особо не до гуляния ветрено вот уже интересно как дом там какие-то трубы наверху дорога скользкая вообще под каким-то таким она идет наклоном можно свалить так это все у нас пионерская 35 дом вот мы выходим на более-менее какую-то улицу известную солнце не видно я даже не знаю куда я иду где иду не ориентируюсь туманно пасмурно но здесь вот какой-то такой большой торговый центр айгуль вот такая активная . айгуль магазин продуктовый известный тут много мелких магазинов тоже время лепрекон он местная детвора здесь бегает овощи фрукты ой машина сзади и собаки вот так вот все тут собачки куда она идет и за ней хиганем да какие-то две свайны в чем они даже больше что тут а тут видать теплотрасса была когда туалет новый кстати хороший туалет смотрите хорошим только сбоку а на самом деле у него дверей то нет вот так вот заходи и стой загребная ямка почему-то вот на туалетах я заметил дверей нет кому они нужны или они так плохо закреплены или вандалы какие орудуют непонятно вроде бы людям делают туалет жилье понятно что уже такое старое да как бы сложные с ним что-то делать хотя обшивают его деревяшки вот я на грессе видел обшивают про листов листом а здесь смотрите утепление как он сам себя напылил второй этаж видите да пеной вот этой пеной темой ему тут стало теплее хотя сделаешь в дубаке стали сидеть вот так не до красоты у нас понимаете у нас не до красоты у нас были выжить выжить в морозы в лютые морозы минус 50 тут не до красоты понимаете это где-то там где-то там в европе в цивилизации там красота нужно здесь лишь бы выжить он у него смотрите на втором этаже это ящик такой торчит видно да это холодильник ой за этой за этой смотрите там собака забором е-мое выжить люди мне уже голова кружится уже сам насмотрелся собаки со всех сторон ловят верайте как в деревне в деревне бываешь да в секторе где собаки тоже у короче камера у меня сдохла шоу-шоу снимал присосил сюда байгулю этого ходить короче замерзла аккумулятор тоже разрядился и я пытался там вставить короче новый аккумулятор с собой взял до пытался вставить а что получается то что нифига она не работает то что замерзшая камера и аккумулятор поэтому пришлось заходить отогреваться собака рыщет видно нет рыщет в поисках я уж ближе подходить не буду значит мне это не надо короче у меня все не получается дальше ничего снимать потому что замерзла все техника моя замерзла 5 процентов пишет поэтому вот сейчас вот последние кадры вам и прощаюсь на этом я вот район примерно все здесь одинаково иду снимаю то что вырубит там уже все значит тоже села батарейка уже окончательно замерзла надо утеплять снимать минус 10 уже не долго по не получается съемку вести три процента заряда примерное представление вы получили вот туда можно еще идти там вот такие же точно давай говорит бесконечно можно ходить гулять смотреть наслаждаться ежишками вот столько людей здесь живет такая территория в приличная машины он ездит гаражи здесь все 5 дверей нету в доме туда тепло же выходит ну все тут один процент остался короче все всем пока всем пока надеюсь приятно было вам посмотреть среди у нас не погода вот такая атмосфера ну хорошо то что лёд лёд снег здесь ходить можно спокойно и выходим мы вот на такую улицу и держался я все-таки включил еще раз выходил друзьями каждый день пятница вон там напитки пенные пир заходи с друзьями мы открылись но пожалуйста каждый день пятница здесь и хоро и дыхание стали второе дыхание говорю что ли это камера прогрелась или чё черта я знаю аккумуляторы немножко зарядились так он если чё будет ругаться как бы не улететь а мне здесь еще не хватало не хватало сюда проходим вот смотрите здесь зал борьбы что ли вот в этом месте он там олимпийские кольца олимпийские кольца олимпиада зал борьбы да по моему здесь это вот тренировочная база в этом месте и здесь вот такой вот ратуарчик мы вон туда выходим на ней дальше а это понятно республиканское училище олимпийского резерва имени дмитриева шлак якутии и россии с этой стороны вот дискаунтеры какие-то там автобатарейка автосервис сантехник скиф и реликс а здесь зал греко-римской борьбы вот там памятник значит соответственно здесь вот тренировках он там видно зал борьбы много спортсменов отсюда выходит известных интересно идем здесь видать это огороженная площадка там какое-то поле спортивное и флаги вот единая россия здесь перекресток вот у нас улицы жарницкого и улицы строителей а здесь строй сити товары для ремонта он сейчас не работает потому что лакдаун о какой сложно здесь перед перекресток ты тут даже песок у насыпали чтобы машины не скользили а мы вот сюда вот мне надо он на остановку и уехать отсюда и уехать отсюда до каком-нибудь автобусе в центр города мне там еще надо сегодня будет посылку получить посылка наконец-то пришла ну да вот здесь вот у них калитка такая ворота и и там видно спортивная площадка и вот там вот спортивные интенсивное здесь движение это смотрите какое интенсивное сколько машин оба на пожарницкого остановка пегас ведь это продает вот остановочка знак остановки ложка то машин там и какая здесь автобус у нас двойка-тройка пятерка продукты бытовая химия ждем автобуса короче можно вот здесь включить начать садиться не охота совсем лучше мы к стеночке встанет здесь вот здесь меньше дует здесь подождем какого-нибудь автобуса ух ты какая пробка ух ты какая пробка ух ты какой-то ух ты ух ты и Ух, долго стою, автобуса все нет и нету, мерзнул, мерзнул, Люди мерзнут, ой, весь замерз, окоченел, чуть не окоченел, это ведь всего лишь 10 градусов, а что же будет, когда у нас 40 будет, 10 градусов для нас это теплень, 40 градусов, вот все замерзнут, кто-то ж не постоишь, шубу надо, пункты. Куда вот они все едут-то, локдаун же, а все едут-едут, нескончаемым потоком, вон вроде бы там автобус что ли где-то, или мне кажется, галлюцинация вдалеке, уже полчаса стою, полчаса, е-мое, замерз весь. Автобуса все нет и нет, что сегодня, они сегодня не работают что ли автобусники-то, а, елки-палки. Пуржит, пуржит, заносит снегом, вот так вот приедешь на 17-й квартал, поснимать, и фиг обратно уедешь, замерзнешь здесь, на остановке. Зашел сюда, короче, погреться, в этот пегас, слава богу, что тут есть вот местечко, куда можно зайти и немножко... Ошибка батареи выдает, короче, мне, заряд батареи 9%, камера даже с ума сошла уже, е-мое, что-то бредит. Не может она холода выдержать, а люди вот холод выдерживают. Стою, стою, тут думаю, читаю надпись, ты лучшая во мне, любовь. Что это такое, а? Что это означает? Полчаса стоял, вот там автобусы только ползут, двое штук, и вон они. Наконец-то мы в центре, слава богу, вот двоечка нас здесь. Ну, в центре-то совсем другой мир, вот смотрите, тут красотень какая, лавочки вот такие вот здесь. Совершенно другой мир. О, цивилизация прямо. Вот красота какая. Ну ладно, всем пока. До новых встреч на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки.